Привет, друзья! Сегодня я нахожусь в Стокгольме, в столице Швеции. Знаете ли вы, что в русском языке есть несколько выражений, связанных со Швецией? Сегодня я вам о них расскажу. Вперёд, пошли за мной! Дорогие друзья, первое выражение, о котором я хочу рассказать, это шведская семья. Шведская семья – это семья, где несколько людей, например, две пары живут вместе. Например, смотрите, у меня здесь очень наглые воробьи, которые все живут вместе, всё идёт вместе. Можно сказать, что шведская семья. Но на самом деле это выражение появилось из группы Абба. Знаете, известная группа, где две пары жили вместе в одной квартире. Шведская семья. Вот так мы пробуем. Дорогие друзья, смотрите, 15 ноября в Стокгольме будет выступать Андрей Макаревич. Если вы не знаете Андрея Макаревича, вы обязательно должны послушать его песни. Её группа называется «Машина времени». Очень интересные песни, красивая музыка со смыслом. Я бы сходила, но я уезжаю уже завтра вечером. Ну всё, пошли! Другое выражение, которое связано со Швецией в России – это шведская стенка. Что такое шведская стенка? Это специальный комплекс упражнений, специальное место, где вы можете упражняться. И по-русски мы называем это шведская стенка. И русский царь Александр II увидел этот инструмент, эту вещь, и привёз её в Россию, чтобы вся его семья упражнялась каждый день. И потом вся русская аристократия тоже купила эту вещь. Пойду и сделаю несколько упражнений. Шведы очень-очень сильны в дизайне. Смотрите, какая смешная штучка. Это члены королевской семьи, чайные пакетики. Очень смешно. И вообще очень интересно, очень много интересного дизайна. Я обязательно что-нибудь куплю. Посмотрите. Смешной человечек на крыше живёт. Смешной человечек перед скидлёт. Смешной человечек. Ещё одно выражение, которое связано с Швецией, это шведский стол. Шведский стол. В России, когда мы говорим шведский стол, это значит стол, на котором много еды. И с этого стола вы можете свободно брать еду. Это шведский стол. А я сейчас иду в ресторан. И, может быть, в этом ресторане будет шведский стол. Пошли. Смешной человечек на крыше живёт. Смешной человечек перед скидлёт. Дорогие друзья, я уже уезжаю из Швеции. Провела здесь только два дня. Мне всё очень понравилось. Мне понравился город, понравились люди, шведский дизайн, моды, стиль. Всё-всё-всё-всё. Швеция. Я тебя люблю. Пока. Если дом ходуном, значит, всё в порядке. Смешной человечек на крыше живёт. Смешной человечек перед скидлёт. Смешной человечек, куча не привык. Смешной человечек, большой озорник. Смешной человечек на крыше живёт. Смешной человечек перед скидлёт. Смешной человечек, куча не привык. Смешной человечек, большой озорник.